МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа в центре событий. В студии Светлана Стебенькова. Смотрите выпуски. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вместе с тем, как передают наши ямальские коллеги, по данным на 2 августа, в окружной больнице Салихарда находится 86 человек. Диагноз – сибирская язва. Подтвержден у 20 из них. У большинства пациентов кожная форма этого заболевания. Глава региона Дмитрий Кобылкин выразил соболезнование родителям погибшего мальчика. Нет никаких слов, чтобы передать мое состояние. Сочувствую, сопереживаю родителям. Видит Бог, мы с первого дня перестраховывались, сделали все возможное, чтобы сохранить жизнь каждого попавшего в беду. Буквально боролись за жизнь каждого. Но инфекция показала свое коварство. Вернувшись через 75 лет, она забрала жизнь ребенка. Вместе с тем, как сообщают наши ямальские коллеги, ситуация с ликвидацией очага сибирской язвы находится под особым контролем федеральных и местных властей. 2 августа Дмитрий Кобылкин вылетел в Ямальский район на заседание оперативного штаба. Отмечу, что власти региона из окружного бюджета выделили 90 миллионов рублей для помощи кочевникам, которые из-за вспышки сибирской язвы потеряли все свое имущество. В Юрсалинской тундре определена безопасная территория. До переселения в новые чумы все тундровики продолжают оставаться в Ярсале под наблюдением врачей. 211 жителей ямальского района провакцинируют от сибирской язвы. Югра вновь в лидерах общероссийского рейтинга. Теперь наш округ попал в когорту лучших по состоянию инвестиционного климата в сфере строительства. В последние годы в автономии выдерживают планку в 1 миллион квадратных метрах нового жилья. Более того, для удобства застройщиков значительно сократились сроки согласования и выдачи разрешительных документов. Если раньше эта процедура занимала полгода, то сейчас необходимо порядка 100 дней. По информации правительства Югры за первое полугодие 2016 года в округе построили больше 200 тысяч квадратов жилья. Темпы строительства, если сравнивать с прошлым годом, выше примерно на 10%. Окружные власти особо отмечают то, что все работы ведут строго по графику. До конца того года в ХМАУ появится около 400 новых жилых домов. Цены на жилье сегодня находятся на таком сбалансированном уровне. Очень много акций проводят застройщики. Пусть это пока с определенным временным ограничением, но так называемая скидка при приобретении жилья. Цены на жилье в Саргуте уже дошли до 40-45 тысяч. В этих акциях можно приобрести жилье. Поэтому я считаю, что 2016 год как раз должен нам дать планку баланса спроса предложений. Помимо стабильного строительства объектов, необходима ей рациональная эксплуатация. Этот же принцип касается инфраструктуры. К 2020 году в Саргуте достроят Егорский тракт. Но несмотря на статус объездной дороги, проезд по этой магистрали быстрым назвать нельзя. Почему, выяснила Ольга Нахаева. Леонид Шарапов в Сургуте прожил 30 лет. Говорит, город развивался на глазах. Если раньше на машине можно было проехать в любое место за считанные минуты, то сегодня Леонид старается выезжать из дома с запасом времени. И такая ситуация сложилась не только из-за того, что Сургут с каждым годом становится все больше. Неразвитая дорожная сеть является причиной негодования многих автолюбителей. У нас вот очень много дорог исполосовано, исполосовано. Вот им иногда вот едешь, все тут излиновано, все съезд, а съезд в болото. Как таковой дороги нету. А эту дорогу исполосовали. И так что ширина дороги может пропустить в два ряда в обоих направлениях. А вот из-за этой путаницы это все уменьшается. Югорский тракт является магистральной улицей с регулируемым движением. Разметка, знаки и светофоры располагаются на протяжении всей дороги. Специалисты обуславливают их наличие развитием социальных объектов, которые со временем появляются на разных сторонах от тракта. Каждый ограничивающий или рекомендующий знак появился на своем месте не случайно. Например, на участке дороги от улицы Зайчий остров до улицы Энгельса раньше часто случались наезды на пешеходов. Сегодня так называемая объездная дорога по сути не выполняет свои функции. Сэкономить время, объехав пробки в городе, теперь, особенно в час пик, не получится. Светофоры мы не можем не убрать, потому что мы как-то должны организовать сами движения на пересечении транспортных линий, так скажем, да, в траектории движения транспорта. Другой вопрос, что по генеральному плану города у нас, конечно, предусмотрено четыре транспортные развязки на Егорском тракте. Это на пересечении с улицы Держинского, Егорский тракт. Это на пересечении улицы Энгельса с улицы Энергетиков и на пересечении с улицы Геологической. Но поскольку денег на строительство этих транспортных развязок пока, к сожалению, нет в бюджете города, не в бюджете округа, поэтому должны быть перекрестки, должны быть светофоры. По техническим характеристикам Егорский тракт должен был быть дорогой скоростного нерегулируемого движения. Однако и въезд, и выезд на нее обустроены так, что поток машин циркулирует в черте города. Соответственно, все перекрестки оборудованы светофорами, разметками, пешеходными переходами. Убрать нельзя в связи с тем, что повысится аварийность на самом Егорском тракте. Если убирать, то в случае необходимо строительство новых развязок, которые обеспечат бесконфликтно проезжать транспортным средством. За шесть месяцев этого года на Егорском тракте произошло более 300 ДТП, в которых пострадали 25 человек. По мнению специалистов, наличие правильных дорожных развязок позволило бы сократить количество несчастных случаев. Мнение горожан разделилось, видимо, в зависимости от того, бывают ли они там в час пик. В часы пик на выезде получается какая-то улица. Вы согласны, что можно, например, убрать стопор? В принципе, да. Сделать круговое движение, мне кажется, было бы лучше. Утром, вечером только, а так вообще доволен. Ну, периодически встречаются, но меня это абсолютно не напрягает. Пока не решен вопрос финансирования строительства двухуровневых транспортных развязок, наземных или подземных пешеходных переходов, на Егорском тракте останутся прежние ограничения скоростного режима. И пока статус объездной дороги по факту себя не оправдывает. Ну, а сургутским автолюбителям каждый раз в час пик придется делать выбор – стоять в пробке в городе или на объездной дороге. Ольга Нахаева, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. День воздушно-десантных войск и развитию отечественных воинских традиций и повышению престижа военной службы. Бывших десантников не бывает. Я в своей жизни постоянно сталкиваюсь с коллегами, с друзьями, которые прошли службу в воздушно-десантных войсках. Хочу сказать, что это люди мужественные, ответственные, профессиональные, и они продолжают также трудиться на благо города Сургуты, на благо нашей Родины. С праздником вас поздравляю. Всем здоровья, счастья, удачи и сегодня хорошего дня. Всегда считалось, что десантники – это мужество и стойкость. Службу в ВДВ выбирают те, кто готов, рискуя собой, защищать свободу и независимость страны, обеспечивать мирную жизнь граждан. В Сургуте почти 700 человек могут по праву считать День ВДВ своим профессиональным праздником. Голубые береты стараются провести 2 августа так, чтобы этот день запомнился не только самим десантникам, но и всем сургутянам. Утром с подарками бывшие военные посетили Центр социальной помощи семьи и детям апрель после митинга для возложения венков. Отправились к памятнику воинов-интернационалистов. Будем надеяться, что вечером все-таки большая часть людей наших приедет сюда. И будем отмечать уже совместно. В этот день не рекомендуем употреблять сильно все-таки алкогольные напитки, потому что поддерживать статус десантника – это не только важно, это и ответственно от каждого человека, от каждого десантника очень сильно зависит, я так скажу. День ВДВ для меня – это, во-первых, память о службе, во-вторых, это память о тех, кто погиб, а также это просто традиция десантных войск. Второй день рождения практически и Новый год одновременно. Во-первых, это наш профессиональный праздник. Десантники, они всегда везде первые. Святой праздник на самом деле. Тот, кто в воздушно-десантных войсках, кому посчастливилось там служить, закалка на всю оставшуюся жизнь. Поиграть в курс молодого бойца под надзором десантников предложили и строят ряду «Энергетик». В него входят сургутские студенты, желающие работать в Тюмени-Энерго. По легенде, молодежь должна была защитить объекты электрических сетей от врага. А представители элитных войск направляли в этом нелегком деле на путь истинный. Екатерина Любешева расскажет подробнее. Реквизит бутафорский, а вот десантники – самые настоящие. Если девушки-организаторы, студентов откровенно жалели, то мужчины в голубых беретах разлагать дисциплину были не намерены. Условную колючую проволоку заставили перевязать пониже, чтобы пересечь преграду по-пластунски, было интереснее. Прямо какого-то такого прям приобщения не было, потому что, понятное дело, что ВДВ куда сложнее, что там все не так происходит. Ну и в какой-то степени такого, что детское было. В плане развлекательное. Следующее испытание – болото. Добрые организаторы нарисовали кочки маркером на полу. Хоть погода и позволяла попрыгать через лужи на открытом воздухе. Мальчиков выручили их длинные ноги, девочек – грация балерин. Пятеро в болотах утонули, все остальные спаслись. Мне больше всего запомнилось сегодня прыжки по болотам. Мне кажется, можно было бы усложнить ползки под преградами, сделать более длинными их и почаще. Следующая дисциплина – и вновь тепличный вариант. Огневой рубеж. Бережно сшитую с женскими руками гранату кидали в окоп. За неимением последнего и обруч подошел. Штрафные баллы принес команде лишь один парень. Перестарался. Играть в помещении надоело всем. Десантники дали команду всем выйти из укрытия. Девушки поспешили одеть 20-летних детей в дождевики. Забота. Без нее никуда. Задача – перенести раненых бойцов через бранное поле. Ну или мокрый асфальт. Больными назначили легких девушек. Спасателями сильные парни провозгласили себя сами. Тут все логично. Но и стрельба – куда без них. Увы, тут опять бутафория. Бумажный листок удачно застрелили. Никто не пострадал. Ну что, отряд энергетики, поздравляю вас с успешным выполнением задания. Защита энергообъекта. Все справились, молодцы. Вы набрали 51 балл, что означает, что вы готовы выполнять задачи сургутских электросетях. Молодежь справилась с испытаниями. Решающим был всего один балл. Каждый из них заслужил за труды кусок пирога и кружку горячего чая. За ПДП! Екатерина Любишева, Денис Зонов. Сургут. Интерновости. Урожай года 2016. В Сургуте продолжается прием заявок на участие в ежегодном городском празднике садоводства. В этом году он состоится 20 августа в историко-культурном центре «Старый Сургут» с 12 до 16 часов. В рамках мероприятия пройдет уже ставшая традиционной выставка-конкурс «Дары Севера». В ней может принять участие каждый житель города, занимающийся садоводством, огородничеством и цветоводством. Отмечу, что в нашем городе праздник урожая года пройдет уже в 14 раз. Организаторы отмечают ежегодный рост количества садоводов-экспериментаторов. Причем, помимо количества, конкурс прирастает и профессионализмом. В последние годы праздник урожая показывает такую очень хорошую динамику в плане роста участников. Если говорить про прошлый год, это было 50 участников и 100 заявок, поскольку очень многие участники являлись сразу в двух, а кто-то даже и в трех номинациях, проявляя таким образом свою разносторонность, активность творческую. В этом году, я уверен, что будет не меньше. Уже на сегодняшний день порядка 40 заявок у нас имеется. Подать заявку об участии можно до 17 августа в историко-культурный центр «Старый Сургут» или по телефону 24 78 39. Стоит добавить, что в этом году номинации выставки конкурса значительно расширились. Помимо традиционных урожай года и цветочной симфонии, добавились еще шесть номинаций. Это фотоконкурс на дачную тематику, презентация домашних животных, выращенных на приусадебных участках, дефиле в дачной одежде, выполненное из подручных материалов и многое другое. Подробную информацию можно найти на сайте ЭКЦ «Старый Сургут». Добавлю также, что в рамках праздника урожай года пройдет выставка продажа сельскохозяйственной техники и продукции. «Будут предлагаться товары, связанные с дачным ландшафтным дизайном, средства малой механизации, элементы украшения, дач, огородов и так далее. Поэтому действительно будет каждому что посмотреть. Приедет достаточно большое количество товаропроизводителей с юга Тюменской области и представят на ярмарке очень широкий ассортимент своей продукции, которую можно будет купить сургутянам». Наряду с урожаем года в составе брендовых мероприятий сургута числятся соцветий и сабантуй. Они помогают настроить межнациональный диалог между горожанами. Насколько эффективно получается реализовать эту задачу в экономической столице Югры, выяснял Дмитрий Подлесной. Комфортное проживание в городе достигается не только за счет строительства дорог, садиков и жилья, но и благодаря гармонизации отношений между людьми. Сургут многонационален и вопрос доброго соседского сосуществования горожан всегда был в приоритете. На очередном совете по реализации стратегии развития города до 2030 года подвели промежуточные итоги исполнения запланированных мероприятий по направлению коммуникации, в рамках которого как раз и пытаются наладить межнациональный диалог. В число значимых событий культурной жизни города входят фестиваль национальных культур соцветия и городской праздник сабантуй, который на протяжении многих лет демонстрирует культурный диалог народов, проживающих в Сургуте. Состав участников и гостей праздничных мероприятий многонациональный. Каждый из них по посещаемости насчитывает более 10 тысяч человек. Но что такое 10 тысяч человек по отношению ко всему населению города? Понятно, что межнациональный диалог необходимо расширять, да и формат общения требует разнообразия. Ведь помимо культуры есть и не менее интересные и важные тематики. Религия, например. В этом направлении в частности и в целом векторе коммуникации стратегии 2030 эксперты нашли системную проблему. Острую нехватку дискуссионных площадок различных по форме и составу участников. Необходимо какие-то открывать небольшие дискуссионные площадки для того, чтобы жители нашего города смогли донести до властей, до людей, принимающих решения, те проблемы и отчаяния, которые сейчас их волнуют. Также обсуждали вопросы взаимодействия в новом формате, каком-то более углубленном и улучшенном с национальным культурной автономией, которых достаточно много. Отмечу, что реализация предложенных идей не станет городскому бюджету в копеечку. Более того, затраты на этот вектор практически минимальны, а если сравнивать со строительством, вообще ничтожны. Дмитрий Подлесной, Екатерина Малая, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. На этом выпуск «Главершон». Всего доброго. До встречи. Готовое жилье в Подмосковье от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Закрытый двор, видеонаблюдение, большая парковка и отлично развитая инфраструктура в 25 километрах от Москвы. Подробная информация в официальном офисе продаж компании «Сипромстрой» по адресу город Сургут, Тюменский тракт 2-1 и по телефону в Сургуте 600-190. В магазин «Адам» поступила новая коллекция мужских и женских джинсов. В наличии все размеры. Улица 50 лет, ВЛКСМ, 3-2, телефон 3763-77. Ювелирный салон «Рубин» открывает богатый мир совершенной красоты, запечатленный в благородных металлах и драгоценных камнях. Украшения от известных производителей. Эксклюзивно в «Рубине» представлены мужские цепи «Бисмарк». Сургут, Югорская, 5-2, салон «Рубин». Солене коллизионе. Солене коллизионе. То, что действительно модно. И о погоде на 3 августа. Здравствуйте в студии Алина Белявская. Генеральный партнер прогноза погоды компания «Еломет». Что делать, когда уходит былая легкость движений и коварный недуг отравляет жизнь? На помощь приходит физиоаппарат «Алмак-01». «Алмак-01» создан, чтобы устранить боль, снять воспаление в суставах и позвоночнике. В августе успейте купить «Алмак-01» по низкой цене. В аптеках «Фармадом», «Планета здоровья» и «Аптека от склада». Невыносимая боль в спине, беспокоят суставы, травмы. Выход есть. Магнитотерапевтический аппарат «Алмак-01». Его по праву можно назвать классикой магнитотерапии. В ночь на среду в среднем приобье эхом уходящего атмосферного фронта еще кое-где отзовутся скоротечные дожди. Днем скажется влияние гребня антициклона, благодаря чему постепенно распогодится, а температурный режим вернется в свое климатическое русло. Ночью в Сургуте и окрестностях облачно, с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12, плюс 17. Утром облачно, с прояснениями небольшой дождь. На столбиках термометров 17-20 градусов тепла. Днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура плюс 20, плюс 25. В магазине «Домашний погребок» глобальная распродажа дистилляторов и дубовых бочек, а также большое поступление тульских и персидских самоваров. Домашний погребок – первый в Сургуте магазин аксессуаров для домашнего приготовления праздничных напитков и солений. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет расти и состоит 759 миллиметров ртутного столба. У «Карапуза» все просто. Молочные смеси для роста. Цены падают, скидки радуют. Детские сухие молочные смеси теперь еще дешевле. Только в «Карапузе». Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Пусть ваши мечты сбываются. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok